Вот, полный идиот, придурок. Есть у меня художник один, знакомый. Я заказал ему свой портрет, говорю, сделай так, чтобы было прямо как на фотографии. Но он мне нарисовал два портрета. На одном я моргнул, на другом у меня глаза красные. А что, говорит, как на фотографии? Ой, да чего смешные эти художники, а? Я ему говорю, красные глаза на фотографии никакого отношения к реальности не имеют. Они появляются, потому что потому что ну а почему что они появляются? Я сам не знаю, кстати. А почему там красные глаза появляются? А? Я охотник за вампирами. Их очень трудно вычислить, но есть один верный способ. У них у всех красные глаза. Когда я вижу человека с красными глазами, я точно знаю, что это вампир. Ну или бухгалтер в конце квартала. Раньше я определял вампиров даже по присланной фотографии. Но последнее время на цветных снимках все вампиры. Красные глаза абсолютно у каждого. Как только фотография стала доступной необычным людям, а фотоаппараты маленькими и дешевыми, возникла проблема, которая получила название эффект красных глаз. Почему же он возникает? Дело в том, что многие современные аппараты, которые за форму и простоту в обращении получили прозвище мыльница, оборудованы встроенной вспышкой, обычно расположенной близко к объективу. Допустим, вы собираетесь сфотографировать таким фотоаппаратом вашего друга или подругу в плохо освещенной комнате. Автоматика аппарата активирует встроенную вспышку. Посмотрите, как реагирует на свет зрачок. В темноте он расширяется, пропуская к сетчатке глаза как можно больше света. А от яркого света сужается, спасая нас от ослепления. Когда вы нажимаете на кнопку, одновременно с затвором срабатывает вспышка. Ее свет отражается от сетчатки. Вспышка вашего фотоаппарата находится близко к оптической оси объектива. А угол падения, как мы помним, со школьного курса равен углу отражения. Поэтому свет от вспышки отражается от глазного дна и возвращается в объектив. Если вспышка находится не рядом с объективом, результат будет другим. Смотрите. У этого аппарата автономная вспышка. Она крепится значительно выше объектива. И вот результат. Никаких красных глаз. А теперь снимаем тем же аппаратом, приблизив вспышку к объективу. Вновь красные глаза. Понятно? Не совсем. Понятно, как свет вспышки возвращается в объектив. Но ведь он белый. Кто его перекрасил? Вернемся к строению глаза. Поверхность сетчатки покрыта крошечными кровеносными сосудами. Они-то и окрашивают отраженный луч. Вот из-за нашей крови зрачки глаз на фотографиях и получаются красными. Что делать? Способ первый. В режиме защиты от эффекта красных глаз аппарат делает несколько микроимпульсов вспышкой до срабатывания затвора. Зрачок глаза успевает сузиться перед основной вспышкой и свести к минимуму эффект красных глаз. Способ второй. Воспользуйтесь компьютерной программой, которая позволяет избавиться от красных глаз на стадии обработки фотографий. Ну вот и все. Теперь я точно знаю, как появляются красные глаза на фотографиях и как от них избавиться. Но как избавиться от них не на фотографии? Кстати, сосед есть у меня, так у него в реальной жизни глаза красные. То ли он вампир, то ли он сильно пьющий вампир. А может он просто спит мало, вы знаете? Он же мой сосед, а я очень люблю Рамштайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова